Добрый день! Итак, у нас сегодня начало цикла стекло. И для того, чтобы как-то его немножко понятия с ним разобраться, я вам сегодня расскажу и покажу, какие четыре вида композиции в круге существуют. Некоторые студийцы уже как бы эти компоненты слышали, для кого-то это будет информация такая новая. Итак, значит, если мы закроем глазки и вспомним то, что нас вот окружает, окружало каждый день. Самое очевидное это фарфор. Это фарфоровые тарелочки, значит, середина 17 века и дальше девятнадцатый. В начале двадцатого уже пошли там в истории фарфора как бы изменения достаточно большие. Значит, те четыре вида композиции, которые я объясню, они не являются, ну, так сказать, прям единственными. Это просто некая структура, которая у вас останется перед мысленным взором. Итак, смотрите, значит, первая композиция называется «Активные края, спокойный центр». Что это такое? Это некий крупный орнамент растительный. Так, мне, наверное, лучше взять маркер. Значит, это как бы спокойная, спокойная некая маленькая веточка растительная, да, которая располагается по центру кружка. И это достаточно насыщенный, допустим, цветочный, да, допустим, некие цветочные пятна, которые у нас идут по краю с листиками, с какими-то веточками, с какими-то деталями, деталями, так сказать, растительного происхождения. Значит, условно я эту композицию называю активный край, да, активный край. Значит, это могут быть как бы некие большие пятна, которые перемежаются и чередуются с элементами более мелкими. Ну, это такой очевидный вид композиции. Дальше условно есть композиция в круге, которую я называю крест. Значит, она устроена немножко по-другому. Некий, некий орнамент, орнамент идет крупно в центре, крупно, и дальше от него вниз, как бы занимая пространство, напоминающее крест, да, идут какие-то листики, веточки, там, семена, элементы. Вот. Это тоже для фарфора и для композиции в круге такая очевидная, да, очевидная композиция. Дальше очень интересная композиция, которая называется «Иньян». Условно вы разделяете пространство круга, вот так вот, некой запятой такой, да, и получается, что две растительные ветки у нас строятся таким образом. То есть, например, мы хотим изобразить, ну, к примеру, какую-то весеннюю композицию, то есть сочетание там нарцисса и тюльпана. Значит, мы крупно нарцисс компонуем один внизу, один вверху. Вот. Я вам сейчас описываю, так сказать, ну, композиции классические, традиционные, да. От него более мелко может идти тюльпанчик, да, ну, какие-то листики, какие-то детали, возможно, да, возможно, какие-то семена. Вот. Значит, я сейчас рисую так очень обобщенно, просто чтобы вы поняли принцип. Дальше композиции могут быть также... Давайте еще вот здесь вот от руки нарисуем вот такие вот дополнительные кружочки, потому что мне немножко не хватает места. Значит, композиция классический пейзаж. Желательно вот в композиции классический пейзаж соблюдать два вот таких вот момента. Не рубить строго по центру линию горизонта, потому что она будет смотреться очень так протокольно в лоб, да. Этого желательно не допускать. То есть мы или, допустим, если это море, да, мы линию горизонта, допустим, вот песок опускаем ниже, ниже середины. Если это какой-то, например, не знаю, городской там пейзаж, да, то можно также линию горизонта, допустим, завысить. Лучше ее завысить, потому что когда у нас линия горизонта идет строго вот так вот пополам, композицию в круге немножко как будто начнет разрубать, да. Допустим, давайте мы там нарисуем, условно говоря, вот какую-то средневековую улочку, да, там с кирпичной кладочкой, там, ну, какой-то вот такой вот. И вот она, допустим, уходит к некому морю, да, и вот там вот вдалеке, там какой-нибудь кораблик-парусник, да. Ну, мне так немножко на весу, конечно, рисовать как бы неудобно, да, но принцип ясен. Пейзажные композиции по центру лучше не разрубать. Дальше. В начале 20 века появилось так называемое в фарфоре направление авангард. Оно бесподобно интересное, его очень любят рисовать подростки, мальчики. Значит, направление авангард – это композиция геометрическая, которая разделяет пространство круга, ну, некими такими неправильными сегментами. То есть, что я имею в виду? Например, мы изначально делим пространство на какие-то вот такие, знаете, авангардные геометрические линии. И, но в этом тоже должна быть какая-то концепция, должен быть какой-то смысл. То есть, уже эти композиции, например, можно в таком геометрическом абстрактном стиле нарисовать, ну, например, эмоции. То есть, тарелка, абстрактная композиция, которая, к примеру, несет радость. То есть, и вы какими-то вот непонятными там треугольниками, я не знаю, там геометрическими формами, да, вот эту радость, вы ее пробуете, ну, как сказать, импровизировать, как-то подчеркнуть ее, да. Или, например, это могут быть какие-то сегменты, какая-то геометрия, например, грустная. А почему нет? Например, тарелка грусти, да. Вот, то есть, здесь вот уже в начале 20 века наши, ну, мастера по фарфору, они уже стали применять какие-то совершенно, ну, вот уже абстрактные концепции, да. То есть, это вот появилось, появилось в начале 20 века в направлении авангард, да. Вот это вот такая вот, ну, кандинский, вот, представляете, да, вот эти вот картины абстрактные. Вот. Дальше, кстати, несколько раз эту композицию уже рисовали. Композиция портрет. Например, вам очень нравится какой-то персонаж. Не знаю, аниме, не аниме. Допустим, исторического вы хотите нарисовать, там, какой-то, какого-то богатыря Илья Муромца, или какую-то мифологию, да. Что важно здесь? Важно в композиции в круге вот шею вот сюда в край не пририсовывать, понятно, да. То есть, потому что она будет смотреться обрубленной гильотиной. Значит, вот так вот не делаем, да. То есть, возможно, лицо некое, да. Возможно, какая-то ладонь. Возможно, вот, я не знаю, вот кусочек плеча уходящий, уходящий там, да, за край. То есть, чтобы тоже вы в круг компоновались сюжет. И еще очень такая распространенная ошибка начинающих художников. Вот, смотрите, дело в том, что вот эта форма круга в целом, она очень замкнутая и достаточно, ну, вот, законченная. И, например, когда кто-то берет растительный орнамент, вот, да, вот у вас пошла некая центральная какая-то веточка, например, да. И нужно стараться, вот, это называется по форме окружности, по форме, вот по форме. То есть, как-то в нее вот аккуратно вписывать, ну, какие-то листики, какие-то, может быть, цветы, семена, цветочки. Потому что, когда у вас, например, листик начинает утыкаться в круг, вот это сразу как-то вызывает какую-то дисгармонию, понимаете, да. Какой-то диссонанс, то есть, начинается какое-то противоречие. То есть, вот, старайтесь, смотрите, и композицию лица, и композицию пейзажа, ну, допустим, вот здесь, да, вот здесь вот упирается она, но здесь в пейзаже вот это вот объективно, что это улочка, да, у нас идет. А все, что касается элементов растительных, значит, мы не упираемся в край, и мы не рисуем против формы, да. Вот это вот кружение круга мы стараемся подчеркнуть композиционно. Все понятно? Всем спасибо. Спасибо. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Хорошо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok